книга открытым оком том 29 тема промысел божий вопрос 3998 конкретно покажите на какие сны нужно обратить внимание а иные тут же забыть что самое главное в тех снах которые нужно помнить отвечает игнатий тихонович лапкин сон от бога предупреждает об опасности побуждает к бодрству нее ведет к молитве к поиску защиты у бога кавычки открыты этот сон мне приснился несколько лет назад вижу себя маленькой девочкой идущей по комнате по направлению другой комнате навстречу мне идет моя мама и протягивает ко мне руки и вдруг я вижу что это не мама а сатана в обличении матери и пытается взять меня я в испуге отстранилась и прошла следующую комнату войдя в другую комнату я увидел себя девушкой и ко мне навстречу шел молодой мужчина но я увидела что это дьявол в обличении человеческом он пытался взять мою руку я также в испуге отстранилась и вошла в третью комнату и здесь я увидела самого князя тьмы и была я в таком же возрасте он был страшен меня охватили леденящий страх и ужас я почувствовал свою беззащитность увидев с кем мне предстоит бороться и подняла глаза к небу протянула руки и взмолилась богу слезы текли рекой крепко молилась и настолько я ощущала душой бога его помощь что словами передать не могу и вот я увидела лестницу в небо устремленную и двери которые открываются перед теми кто дошел до конца лестницы двери сами открываются протягивается рука и принимает пришедшего моим глазам представилось то что за дверью я увидела игнатия тихоновича со светлым лицом в окружении каких-то светлых людей пью поющего псалмы и мне захотелось туда наверх к нему я ухватилась за эту узенькую лесенку и начала карабкаться вверх и дошла до самых дверей сердце радостно забилось и туда так мне хочется я начала стучать в дверь и проситься чтобы меня впустили но вдруг раздался голос рано ты голубушка сюда собралась ты свою чашу страданий еще не испила ты умрешь в молодых летах страшных мучениях и не своей смертью и вот вижу подходят бесы штатском берут меня под белорученьки и стащили меня с лестницы вниз один протокол пишет а другой допрашивает начали бить и мучить меня страданий своих от этих мучений передать не смогу каждая клетка от боли стонала а я подняв глаза к небу слезно молилась чтобы дал господь мне силы все перенести только бы не отречься просили дать показания на игнатия тихоныча так как я была ближе всех к нему и поносили его они изощрялись в пытках кровь лилась страдания нестерпимые а я только горячо молюсь и слезы льются рекой и вдруг я перестала чувствовать боль от мучения и чья-то невидимая рука вкладывает мою правую руку невидимый огненный меч очень пылающие в руки у меня силы во мне укрепились и я начала бить этим мечом бесов я наносила то одному то другому раны но крови не было но они ослабевали и отступали от меня и так было долго и они ничего не могли со мной сделать я молилась и защищалась этим мечом тогда они подписали смертный приговор и вот я вижу себя в белой одежде с распятием в руках идущие на мучительную смерть впереди меня шел игнатий тихонович со светлым лицом и зажженной свечой и какие-то светлые юноши с ним я иду за ним а за мной идет рядом тетя тани капустина и горько плачет что я оставляю ее и знаю что иду на смерть а сама радуюсь как будто выхожу замуж и встречусь с тем кого так люблю я и говорю матушка моя не плачь молись обо мне и радуйся со мной кавычки закрыты наталья 26 с половиной лет книга иова 33 с 14 по 18 стихи бог говорит однажды и если того не заметят в другой раз во сне в ночном видении когда сон находит на людей во время дремоты на ложе тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость чтобы отвести души его от пропасти и жизнь его от поражения мечом книга иова 4 с 12 по 15 стихи и вот ко мне тайно пронеслось слово и ухо мое приняло нечто от него среди размышлений о ночных видениях когда сон находит на людей объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои и дух прошел надо мною дыбом стали волосы на мне подъем отбой и катимся к финалу отпущенное вычерпает плошкой у каждого свои испорченные файлы которые лишь бог исправить может раздеть одеть до смертного отра такое надоедливое с детства из повторений скучных суток череда и мы летим не удержавшись вместе что не возьми повторы скукота и день за днем до тошноты противно сидеть вставать кузнечиком скакать по временам нас боль куда-то тычет неповторимы лишь рождение смерть но тут-то и изюминка сокрыта кто прочитает на себе проверь ты со христом а может у корыто рождение 2 и смерти значит две одна телесная как у нижайшей твари душой спасется кто возлюбит свет неважно молодой ты или старый рождением свыше иисус назвал в беседе с никодимом возрождение услышит слово божье дважды два преподается слово не за деньги и скукота и серость бытия заменится фанфарами победы дни разные как витязи стоят богаче всех себя считает бедный о если бы безбожники познали сколь сладостно с христом поговорить на цкинии у них христово знамя не скажешь при исходе вот я влип подъем и сон еда моя мытье рассветы и грозы боли и пожары облагорожены всегда с христом вдвоем куда ни глянь мы дважды два на пару 17 апреля 2008 года и гнадий тихонович лапкин